Согласно положению о Совете, утверждённому президентом, мы обязаны его регулярно информировать о положении с правами человека в стране. Значит, мы должны сказать, уважаемый Владимир Владимирович, мы не можем вас информировать о положении с правами человека в местах лишения свободы. В российских колониях и СИЗО. Не можем, потому что нас туда не пускают. Почему нас не пустили? Наверное, много можно выдвигать версий, и, наверное, некоторые из них будут справедливыми одновременно, но я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что значительная часть карельских колоний – это колонии пыточные, где режим содержания, правила внутреннего распорядка, полномочия сотрудников применяются не для достижения целей наказания, в том числе главной цели исправления осужденного, а для того, чтобы сломать человека, унизить его и фактически спровоцировать у этого человека неуважение к закону, неуважение к власти, неуважение к государству, неуважение к обществу. Зона современная российская превращается, она, скажем так, тяготеет к сталинскому ГУЛАГу, о котором потом выжившие пишите мемуары, но что там происходит в Иркуте, в Караганде, или где там еще, там в Магадане, только хозяин знает. Только хозяин распоряжается жизнями и судьбами тех, кто там оказался, вольно или невольно. То, с чем мы столкнулись, в частности, в Челябинской области и в Копейской знаменитой колонии, и то, что нам сообщали о Карелии, эта практика очень простая. Когда вы видите в ведомости заключенного, который работает по 10 часов в сутки, зарплата месячная 18 рублей, я не оговорился, не 18 тысяч, а 18 рублей, то знаете, что все его деньги отбирает себе, конечно, руководство колонии, а стало быть, руководство УФСИН. Я не побоюсь этих обвинений, потому что это использование рабского труда. Люди, которые находятся в колониях, в СИЗО, в изоляторах временного содержания, точно так же, как люди, которые находятся в психоневрологических интернатах, в психиатрических лечебницах, это люди, которые находятся в уязвимом положении, максимально уязвимом, они максимально бесправны. И поэтому очень важно следить за тем, чтобы их права были защищены. Они не лишены гражданских прав. Они лишены только тех прав, которых они лишены в силу приговора суда, но не более того.